Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приезжал состав, небольшой состав, правда, это был глава городского совета, это выборный, те, которых выбирают, да? Городская дума, вернее, правильно так она называется, скорее всего, в России, на переводе на русский язык, председатель городской думы и председатель финансовой комиссии городской думы. Мэр и из мэрии люди не смогли приехать, вернее, они планировали позже, потому что тут было связано с отъездом Анатолия Дардыча в Индию. Вот, и городская дума решила приехать, потому что для них важно было посмотреть сам экотехнопарк. Кирилл Бадулин очень хорошо все показал, объяснил, они остались очень довольны. И практически подготовлен меморандум, который закрепит, или это соглашение, можно по-разному назвать его, который закрепит намерение двигаться дальше, потому что их мнение, технологии имеют место быть. Но это люди, которые связаны с политической властью или с политикой, они выборные люди, у них в октябре выборы. Но, тем не менее, они и так считают, что партия, которую они представляют, она является ведущей, и даже если не они будут, то сама идея будет жить дальше. Тем более, что там есть очень много интересных моментов, вы видели, видимо, в информационном сообщении, музыка, у кого там есть музыка? Нет, у нас нет музыки. Это Людмила, у вас что-то такое там. Значит, у вас осталась какая-то старая запись, она идет у вас фоном. Там выключитесь, зайдите снова. Ну вот, и в связи с этим зафиксировано, что один из возможных вариантов, или что будет рассматриваться, это у реки Капулетти, вот вдоль от Батуми, линия, это где-то порядка, там, нескольких десятков километров, береговая линия пляжная, она и не пляжная, там по-разному, там разные идут такие поселения, маленькие городки. А вторая линия, это связь со свонетей, с горнолыжным курортом. И здесь тоже, как бы, два пункта. Один пункт, это Батуми, порт Батуми, потому что, как бы, в ближайшее время, или, скажем, запланировано в проектах развития, что торговый и промышленный порт Батуми будет сворачивать свою деятельность и будет переноситься в Анаклию, где вот та, о которой я уже говорил вам, куда будет переноситься вся эта деятельность. И здесь будет больше такой круизно-развлекательный и отдыхательный курорт Батуми, для чего он был предназначен первоначально. Вот. И здесь возникает сразу масса различных, интересных, маленьких и больших пилотных проектов. Вот. Об этом мы там тоже говорили, взвешивали. Тем более, что Кирилл Бадулин, он, ну, как бы, занимается различными адресными проектами. Вот. Это его группа готовит и ведет первичные расчеты и обработку данных. И это все было во благо. Второе, что я вам хочу сказать, это по Индии, поскольку проскочила информация, там разные идет. Давайте не будем спекулировать. И у нас в чате была информация, что там будет столько-то проектов или столько-то проектов. Будет официально объявлено, сколько проектов. Что посчитает необходимым головная компания, то будет сообщено. Но там очень много адресных проектов, которые, скажем так, практически обозначены. Вопрос только в том, сколько мы сможем унести. И это вопрос не то, что сейчас надо взять и надорваться. Надо очень четко. И будет это сделано, будет объявлена последовательность и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что впереди, друзья, очень много работы. А это нас радует. И это информация, как говорится, вода на нашу мельницу. Значит, что еще по этой поездке? Я такое лирическое отступление, оно косвенно связано с этой поездкой. Потому что мы приехали, Астолий Эдуардович вынужден был. Уехать в выходные дни прошлые уже в Индию, чтобы эту неделю все работать там с министром министерства и с министром транспорта. Встречаться и с всеми причастными к этим возможным проектам развития. Теперь уже невозможным, а реальным проектом. Вот. Очень важно было, что мы заметили. Это заметили, кстати, гости. Что идет тестирование, шло тестирование. Лично я увидел этот процесс, как тестировался. Это определенные режимы работы, тестирование и подготовка данных к сертификации. Потом остановлюсь в сегодняшнем вебинаре. Покажу вам фотографии, что вообще, как осуществляется сертификация. И как этот процесс идет, чтобы мы понимали, что это не тупо подписание каких-то документов. Это очень кропотливая работа. Даже я с некоторых деталей, ну не даже я, я мог не знать детали, но стал намного, намного более просвещенным благодаря вот этой поездке и этой встрече. Там в производстве. Вот. И поэтому тестирование юнитрака шло. И, как вы мне объяснили, это автоматика проверялась. И электромоторы на, значит, ускорение. То есть режимы электромоторов вместе с автоматикой. Как они реагируют, все ли срабатывает и так далее, и так далее. То есть это все должно быть отработано от и до. Поэтому вот такой процесс идет. Он очень многоплановый. И это мы видели там. Будет возможность, я перекачаю видео, которое я снял. Может быть, удастся его показать здесь. Не сегодня, но в какое-то время. Потому что это для нас важно знать. Вот. И последнее. Тут в последнее время проскакивала информация. Но поскольку уже она у меня на слуху и на виду, я вам тоже тогда доложу. На вопрос, на вопрос многим задают или некоторым задают этот вопрос. Что вот скажите, пожалуйста, что Евразия НРСХ2, вроде бы, компания есть, а бумаг нет. Значит, на что я отвечаю и рекомендую вам пока, я объясню, почему пока, объяснять и самим подходить к этому так, что отмечено это на сертификате в первую очередь. Там очень четко показано, что это Евразия НРСХ2, те залоговые акции, которые мы сейчас получаем и становимся впоследствии инвестирования их владельцами. Вот. Но, когда начинают, а где бумаги, а где это можно увидеть? Да, меморандуме нет. Поймите правильно, что меморандум это очень такой, как бы, документ. Туда просто так, как, ну, в какой-то ящик или на полку, книжную полку, которая у меня тут сзади стоит, можно книгу поставить. Информацию туда не поставишь, так просто. Вот. Будет и ведется сейчас подготовка, не подготовка, а завершена практически аудитирование, подписаны все документы. Комплектуется состав меморандума по состоянию на 2017 год, да, по результатам 2016 года. Вот, и будет все укомплектовано, и меморандум в ближайшем времени будет, ну, как бы, уже в реальном состоянии, которое представляет вся документация на сегодняшний день. Это по поводу меморандума, о документах и где. Итак, дорогие друзья, давайте перейдем на сегодняшний вебинар дальше, пойдем. Если вопросы будут, я уже заходил, сейчас еще попробую. Кириченко, так, у меня нет музыки, так, угу. Так, вопросов пока нету, идем дальше. Смотрите, значит, что я хочу вам сказать. Я начну с вопросов, которые задавали. С логикой вебинара связана косвенно. Как взять, понимаете, мы говорили об экологии. У нас в чате шла дискуссия, и где-то проскочил вопрос. Много разных эко-направлений. Я бы уделил внимание экопродуктам и эко-медицине. Волновой и другой там есть, ну, так называемая, ну, скажем, медицина. Ну, эко, назовем ее так, тут можно по-разному говорить. Но думаю, преждевременное это обсуждение. Некоторые пока сводят концы с концами. То есть человек писал вопрос, и у него здесь как бы два аспекта. Первый аспект – это эко-направление. И второй – это то, а можем ли мы туда вкладываться. Он, скорее всего, думал, вот этот инвестор, что у людей нет денег. Да, есть, конечно. Но поймите правильно, а есть и те, у кого эти деньги есть. И есть средний или, скажем, средний так называемый, ну, скажем, достаточно обеспеченный класс. Вот, и поэтому вопрос в том, что подтягивается, начинается, откуда начинается процесс. Если вы помните, я вам объяснял, у меня сегодня нету здесь этого, этой диаграммы, что всегда есть во всем множестве, есть 3% с одной стороны тех, кто поддерживает новшество, и с другой стороны 3% тех, кто как бы кардинально стоит против и так далее. И все это распределяется. Поэтому всегда найдутся те люди, у которых есть средства для того, чтобы поддержать. Поэтому это так, ну, как бы моментный, что ли, эмоциональный момент. Некоторые пока сводят концы с концами. Да, сводят. И будут сводить, дорогие друзья. Это реальность. Наша задача, наша задача в том числе и эту составляющую, когда люди сводят концы с концами, тоже на нее очень существенно повлиять. Если не сказать, что, ну, скажем, очень мощно повлиять. Поэтому сегодня мы еще пару слов об этом поговорим. Криптовалюта и другие направления. Это может быть не совсем сюда связано, как направлению, да, но тем не менее, как направление предлагается. Смотрите, дорогие друзья, наша важная сейчас составляющая – это технология скайвей. Да, это не значит, что мы не можем никуда ни налево, ни направо, ни вверх, ни вниз смотреть. Криптовалюта и другие направления. Что касается криптовалюты, это не тема нашей беседы сегодняшней. Но проскочило сегодня достаточно много реплик на чате, что криптовалюта, криптовалюта, там один занимается, другой не занимается. Кто-то там сразу грудь выпитил. Вот, предупреждаю, что это пока инструмент, которым надо очень осторожно пользоваться, а каждый принимает решение сам. И поймите правильно, что я ни к чему, как бы, и не пугаю, и не призываю. Я просто говорю факт, что мировая финансовая, значит, так называемая регулятор или финансовые органы, финансовые центры, назовем так, да, в том числе за кулисье, очень серьезно сейчас смотрят на то, что джинн выпущен из бутылки, или ящик Пандоры, значит, выкинул вот эту криптовалюту. Не от хорошей жизни это сделано, но она живет своей жизнью, и этим много, как бы, таит в себе очень много опасностей, кроме того, что она удобная. Удобная, хорошая вещь, но она таит опасности и нерегулируема, поэтому я уверен, что в ближайшее время такие регуляции будут сюда наложены, что, ну, скажем так, надо быть очень осторожным к этому. И я не исключаю, что, больше чем уверен, что мировое, значит, вот финансовое регуляционное сообщество сделает все для того, чтобы обуздать вот это направление по криптовалютам. Иначе здесь сейчас полный колондай, вот, и тут проскакивает все, что проскакивать можно. Поэтому будьте осторожны, вот, то, что у нас есть, кто-то скажет, ну, что вы там масло говорите, или что ты там, Володя, говоришь, что криптовалюта мы сами пользуемся, да, но только лишь для того, чтобы сегодня нажать на кнопку, использовать, и все, провести, и не более. Это мой вам совет, а каждый принимает решение сам. Теперь далее, к эко, кой мы об эко говорим, к этой теме относятся эко-дома, усадьбы, поселения. Да, я как раз видел там интересные брошюры, не брошюры, а подбор визуализаций был по эко-домам, которыми, ну, это не прямо, а косвенно занимается по заказу КБ. Илья Анатолий Даржевича Юницкого занимается проектная другая организация. Вот, и они там на столе лежали, как для примера просто. Эко-дома, усадьбы, поселения, линейные города. Все это имеет и приобретает наибольшее влияние и возможность реализации вместе с транспортом. Потому что самой большой проблемой является все-таки то, что все возможные вот такие экологические, как бы, поселения, сообщества, они реальны за пределами города пока. Хотя в будущем, может быть, и в городах можно строить эко-дома, но город, он уже сам по себе не экологичен. Хотя тут по-разному можно спорить. Можно поднять, бог знает куда. Вы знаете, у Фрески есть там много визуализаций этих вопросов. Какие лучше просмотреть где? Значит, Светлана, вы знаете, эко-дома, этого надо смотреть, их просто очень много. Но что такое эко-дом? Вы знаете, что я уже, может быть, кто-то помнит, говорил вам, что имею опыт и положительный, и отрицательный. Мы занимались 2009-2014 год составлением концепции поселений 21 века, или, скажем так, где и как мог бы и должен жить, и при каких условиях человек в экологически чистой среде самодостаточна, и что для этого нужно, и как это можно сделать. И вот различные, как бы, проходили совещания, сборы, там, встречи. На одной из встреч собрались несколько групп так называемых сторонников развития эко-поселений, или эко-домов, эко-посадок и так далее. Это было просто страшно об этом говорить, понимаете. Я задаю вопрос, человек говорит, вот мы построили бревенчатые дома, там все шикарно. Я спрашиваю, смотрю картинку, фотографию, говорю, сколько вы, чем вы топите? Дровами. Эко-дом? Я думаю, что не сильно это эко-дом. Я говорю, дальше, еще интереснее. Я спрашиваю, сколько у вас уходит на осеннее, зимнее, весенний сезон дров? Ну, говорит, у нас грузовичок уходит туда. Это, значит, где-то 12 кубов. Вы представляете, ну, что же это за эко-дом, когда, значит, да, он построен из бревен, но он построен, мягко выражаешь, очень некачественно. Во-вторых, он отопление. Ну, то есть, все не продумано, то есть, он не экологичный. Поэтому об эко-домах надо просто посмотреть. Я сейчас не берусь вам тут никаких рекомендаций давать. У меня вопрос насчет проекта в Австралии. Есть продвижение урод Хука. Продвижение есть, работа идет, там очень такая тупая, скажем так, бумажно-проектная согласовательная работа идет в Австралии. И финансирование, значит, ждут, ждут, когда, как бы, у них финансов там не сильно хватает, а нам до этого особо сейчас и времени нет. Ну, просто КБ передает чертежи, и насколько у них своего финансирования хватает, поэтому несколько это сейчас затягивается. Андрей, да? Возможно, пропустил. Скажите, что решено о дате перехода на 10 этап. Жанара, ничего не решено. 10 этап, это следующий этап, это вы точно знаете. Как минимум за 2 недели до этого вы услышите об этом. Никаких дат нету. Спокойно работайте. Вот вопрос стоит больше в том, что этап 10, 11 будут, вопрос в том, что их надо ввести вовремя, зная, какова финансовая составляющая. А это связано с теми адресными проектами, которые сейчас будут запускаться. Поэтому, как только это будет выяснено, так сразу и можно будет все узнать. Поэтому не спешите, будет, я вам точно говорю, следующий будет 10 этап, не 11 этап, вот, и за 2 недели до этого вы об этом узнаете. Никакой спешки, какого-то тут дуроломства не надо устраивать. Так, теперь есть и из соломы. Есть, конечно, правильно, есть из соломы, еще угодно можно сделать дом. Есть из стекла. Дом, который вот разработал Анатолий Дарвича по его заказу, один дом стеклянный дом. Стеклянный, понимаете? Потому что стекло, 10-15 миллиметров стекло, оно как бы имеет параметры, как будто 30-сантиметровая стенка. То есть теплопроводность, светопроводность и так далее, все отрегулированы. Поэтому все различные, от того, что я из природных материалов делаю дом, это еще не значит, что он эко-дом. Там возникает сразу масса разных вопросов. Чем я топлю? Как я топлю? Меняю ли я воздух? Сколько мне энергии затрачивается? Значит, пользуюсь, чем я пользуюсь? Куда я помою, пардон, и фекалии деваю? Как я с ними обхожусь? Значит, масса разных других вопросов. Так что, значит, какой результат в Грузии? Результат, Елена, значит, я вам сказал, что в Грузии подготовлен соглашение. Анатолий Дарвича не было, оно не подписано. Его проект готов, приедет уважаемый Юницкий Анатолий Дарвич, даст, как бы, просмотрит, и будет подписано соглашение, где будут указаны все основные, как бы, принципы и возможности сотрудничества. То есть, так называемая канва следующих шагов. И будет обозначено, по всей вероятности, будет обозначено несколько пилотных проектов. Пилотных, пилотных. Что будет отапливаться наш эко-дом? А чем будет ваш эко-дом? Какой? Елена, ваш эко-дом? Значит, эко-дом, который стоит на Эко-технопарке, он отапливается тепловым насосом, а возможностей очень много. Так, может быть, уже и 11 или 11 с большими инвестициями. Все возможно, но это не могу ничего сейчас сказать. Так, окей. Там же специальное вакуумное стекло необычное. Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 которые мы уже начинали, проводили и так далее. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся, дорогие друзья, на этапе, переходим. Казалось бы, ну что такое сильно тут случилось, прошел экофест, это событие. То, что было до экофеста, это ушло. Впереди, ну да, казалось бы, рутинная работа, много рутинной работы. Но я еще раз повторяю, нам очень важно, и всем нам, кто мы сегодня здесь находимся, кого здесь нет еще, с кем мы будем беседовать, кому мы будем рассказывать про Скайвей. Мы не можем туда пойти, я это больше чем уверен, поверьте мне, у меня есть жизненный опыт. Если у меня здесь в голове нет понимания, я не готов лукавлю, говорю, о, экология хорошо, а сам или не понимаю, или же думаю, ну чуть-чуть можно, мне можно там дровишками протопить, там, траву сжечь, там, или, я не знаю, там, на машине газануть так, что мало не покажется и так далее. Все правильно, грешим этим, дорогие друзья. А я пойду кому-то говорить, слушайте, у нас такой экологичный транспорт и так далее. Уже начинает фальш пробиваться. Поэтому, смотрите, когда мы говорим, человек, вот он человек, каждый, я, ты, он, она, вы, все, мы люди. И еще Вернадский поднял этот вопрос, когда говорил о биосфере. Поэтому, посмотрите, в интернете много чего написано, мы еще вернемся к этому, но вернемся уже в рамках эко-мира. Об этом Анатолий Эдуардович тоже писал и уже в 1988 году в работе ЭКОМИР, которая была заказана им, его как бы, ну, под его руководством, тогда работавшему творческому коллективу. ЭКО. В первую очередь это понимание, это не что-то одно. Вот я кушаю экологическую морковку. Или у меня ЭКОДОМ. Он только ЭКО тогда, когда все или в комплексе экологично. Но, говоря о Вернадском, говоря о биосфере, мы должны понимать, что биосфера – это живая среда. Но в живой сфере нельзя ее рассматривать. Экологию нельзя рассматривать без человека. И тогда появляется новое понятие – ноосфера. То есть, это так называемая биосфера, которая развилась дальше. И здесь у меня, по-моему, есть даже, вот есть, ноосфера – это, значит, предположительно, так, это я списал, значит, предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы. То есть, это рассмотрение биосферы, как становление, которое связано, что мы начинаем понимать это, с развитием общества. То есть, с развитием социума, этот социум, это общество, оно оказывает колоссальное влияние. Она не существует сама по себе биосреда. И поэтому ноосфера – это уже биосфера и социум вместе взяты, если так упрощенно говорить об этом. И вот все эти процессы, как они воздействуют на природу и природные процессы. И отсюда вытекает эко-мир, о котором мы говорим. Отсюда вытекает. Мы сейчас находимся на этапе введения нового вида транспорта, введения процесса поворачивания мозгов в правильную сторону. И с этим я вас, дорогие друзья, поздравляю, кстати. Понимаете? И вот в связи с этим прошу вас помнить, очень просто. Биосфера – это живая среда, то есть весь живой флора, фауна и так далее. А это социум плюс еще, то есть вместе. Они между собой очень связаны. А главным играющим или одним из играющих звеньев, играющим элементом этого является человек. И это и есть экология, дорогие друзья. Что-то там опять ушло, что ли? А, так, так, так. Это я уже туда смотрю, стоит старо. Так, а что? Вот о чем речь. А как уже сжечь солнечные батареи? Да, правильно, солнечные. Не только солнечные батареи. Вихревые генераторы. Сейчас есть световые конденсаторы специальные, которые, им не обязательно солнце. Солнечная энергия от того, что солнце не светит, еще не значит, что нет солнечной энергии. Существует масса различных устройств и средств накопления и выработки электрической энергии. Из, значит, каких-то побочных, да, топлива, солнце, ветер и не только солнце, ветер, электромагнитное поле тоже является хорошим двигателем, который дает электричество и передает энергию. И, кстати, мы находимся с вами достаточно близко, я уверен в этом, очень близко от порога, за которым беспроводная передача энергии будет. Беспроводная. Потому что то, что мы сейчас видим, когда проложены линии электропередачи, там потери, потери. И с точки А, с точки Б передается 1 мегаватт. Потери по пути доходят до 60%. Вы представляете, какое это, значит, разбазаривание? О какой мы экологии говорим? Даже по электричеству, по его передаче. То есть, человек до сих пор, ноосфера, ноосфера была не защищена, вернее, не защищена, а работала на уничтожение биосферы. А теперь мы не столько ноосфера, а элемент ноосферы, человек и социум. И вот поэтому нам нельзя говорить, что мы сейчас спасаем биосферу. Поэтому Вернадский начал вводить, и после него ввелось понятие ноосферы. То есть, надо говорить о том, что все нас окружает, в том числе и разум человека. Процессы – это кибернетическая, так называемая, не кибернетическая, а, значит, там, скажем, интеллектуальная энергия, масса других энергий. Ладно. Это другая история. Теперь смотрим дальше. Это мы просмотрели Эко-дома, идем дальше. Смотрите. Так, это уже было. Что у нас тут? А, что она повторяется? Ноосфера. Предположим, так, это мы тоже с вами обсудили. Теперь смотрите, что интересно в этом плане. Я хочу вам привести, тут есть, правда, такой затемненный вариант. Я не успел его перепечатать или сделать. Привел вам в целом. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот что говорили. То есть, вы понимаете, где, в каком социуме мы находимся. В будущем компьютеры будут весить не более, чем полторы тонны. Это говорили в 1949 году. Попелал Нашинс. Это издание. Второе. Думаю, что на мировом рынке мы найдем спрос для пяти компьютеров. Томас Ватсон, директор компании IBM. Это известнейшая компания. Но это, правда, 1943 год. Это больше полувека назад. Ни у кого третья не может возникнуть необходимости иметь компьютер в своем доме. Это было сказано в 1977 году. Компания Digital Equipment Corporation. Четвертое. Такое устройство, как телефон, имеет смысл, имеет слишком много недостатков, чтобы рассматривать его как средство связи. Поэтому считаю, что данное изобретение не имеет никакой ценности. Из обсуждений в компании Western Union. Это, правда, было позапрошлом веке. Но, тем не менее. Понимаете? И так далее, и так далее. То есть, тут можете сами прочитать. Я уже не буду, значит, перечитывать. Все, что было... Самое главное, это шедевр. Десятое. Все, что могло быть изобретено, уже изобрели. Чарльз Дьюэлл, значит, специальный уполномоченный Американского бюро патентов, 1899 год. Ну, это почти, да, ну, конец позапрошлого века. То есть, это все такие вещи, которые тоже надо иметь в виду, когда мы говорим об окружающем мире. И теперь мы возвращаемся к нашей технологии. Вот фотография. Смотрите, насколько изменяются уже только наши технологии. Помните, каково изображение было струнного рельса? Пучок проволок, зажатый между двумя... Значит, покажу вам картинку, что ж тут сильно размахивает руками. Смотрите. Видите, какой у нас здесь... Какой у нас здесь... И мы сейчас еще показываем. Вот она, да, струна. А что теперь мы видим? Что мы теперь видим? Вот струна. Очень интересно, сложный. Еще новая струна. Она в оболочке специальной. Идет развитие. Есть еще три. Плюс еще три варианта. Теперь очень интересно расположение этих струн. Откуда это? Это сидели так и смотрели потолок КБ? Или откуда? Это с Эко-технопарка, дорогие друзья. Это тоже сертификация и испытания параллельно. Это приспособление устройств всех, которые необходимы для действия, значит, новой технологии, нового поколения, транспорта нового поколения. Вот. Его основного элемента это рельс струны. Очень много интересных решений. Когда задают вопрос, а это запатентовано? Я говорю, нет пока. Не запатентовано. Поэтому не сильно об этом показывают и об этом говорят. Поэтому я сюда других вещей не выставлял. Просто показал два варианта, которые уже проскакивали у нас. И поэтому это надо все учитывать. Поэтому, и что еще важно, кстати, о вопросе о патенте, о патентовании. Есть только самые ключевые патенты. И патентование имеет смысл только тогда, когда мы уходим на какой-то конкретный рынок. Да, на этом рынке надо максимально, что возможно, запатентовать. И тогда это имеет смысл туда вкладывать деньги, потому что это не дешевая процедура патентования. А просто так тупо патентовать, и патент не является самым сильным защитным средством какой-то изобретения или же интеллектуальной собственности. Самым первым средством является позиция или же скорость выхода на рынок. Поэтому, дорогие друзья, наша основная задача делать все от нас зависящее, чтобы технология была бы наиболее интенсивно и быстро выведена. Это не только от нас зависит, естественно, но каждому свое. Смотрим дальше. Следующий вопрос. Вопросы задают, какие могут быть адресные проекты? Что такое адресный проект? Значит, ну, интересный вопрос, казалось бы, да? Адресные проекты могут быть разные. В первую очередь мы говорим об адресных проектах, связанных с внедрением или же с применением новой технологии, новых видов или нового транспорта, skyway транспорта, структур транспортных структур. Может быть, адресный проект комплексный, это строительство транспортной линии. Может быть, адресный проект это строительство производства. Ведь, смотрите, строительство экотехнопарка, это же тоже адресный проект в принципе. И название адресного, он для усиления. Любой целевой проект или любой проект, он является целевым или адресным. Ведь нет без адреса, давайте займемся чем-нибудь. Ну, тоже вроде деятельность, да? Но как только мы говорим, что, мы говорим, что, ведь провести день рождения, юбилей, это адресный проект. Конечно, адресный проект. Там есть четкий адрес, четкая цель, четкие условия, сколько людей пригласить, что туда, как их развлекать, значит, как уводить, кто немножко перебирает, приглашать ли их вообще и так далее. Это адресный проект. Возвращаемся обратно к нашей технологии. Поэтому любые проекты, которые связаны с нашей технологией, можно их считать адресными. Но в первую очередь это пилотные проекты по транспортным структурам, по их введению, по каким-то там решению каких-то транспортных задач транспортировки. И как можно не одной задачи, а комплекса задач, то есть и логистику, и, значит, какой-то увязки с какими-то другими видами транспорта. Ведь, понимаете, одно дело провести транспортную линию новой структуры на втором уровне, да, из точки А в точку Б. Казалось бы, поставлять только грузы или пассажиров из этих точек. Но что с этим еще можно как бы одновременно сделать? Если мы говорим о перевозке, вот как раз когда мы говорили по Батуми, там сразу возникло, о, а тут же ведь мы можем еще и грузы поставлять. Теперь что еще выяснилось? Выяснилось, что спокойно можно, уже разработано целый ряд интересных решений, их будут как бы испытывать и сертифицировать в Эко-технопарке, кстати, по контейнерам, 20-40-футовым контейнерам. Это тоже адресный проект, дорогие друзья, причем четкий адресный проект. Казалось бы, транспортная структура есть, а вид груза, контейнер, всемирно используемый, и навряд ли через день, через 10 лет, через 15 лет он выйдет из пользования. Еще будет много, их вообще тьма тьмущая во всем мире. Поэтому это все надо учитывать. Это адресные проекты. Теперь адресные проекты, как их инициировать. Об этом мы будем отдельно говорить. Кто инициирует? Значит, заказчик, пользополучатель, инвестор-заказчик, или кто финансирует, извиняюсь. Теперь инициировать. В Индии, например, это властные структуры, это местное самоуправление, это предприниматели могут быть инициаторами, и они ищут различные возможности, как этот проект подать. Вот, нужна государственная поддержка. Заказчик. Да, у проекта может быть заказчик. Но не у всякого проекта заказчик, он является одновременно и финансирующим этот проект. Вот. Вы можете, любой из вас, из нас, может инициировать адресный проект. Я, значит, ну, скажем, 10% своего рабочего времени, может быть, больше когда-то, когда-то меньше, скорее всего, меньше, вот, урывками удается параллельно, подавая информацию о Скайвее, распространяя эту информацию, подавать и возможность строительства адресных проектов или, скажем, инициации адресных проектов. И это начинает уже приносить плоды. В ближайшее время я вам расскажу. Не хочу говорить наперед по Эстонии. Вот. Это приносит уже свои определенные плоды и даст Бог, вот так, шаг за шагом, сейчас я вернулся обратно, заинтересовались, будем готовить поездку в Экотехнопарк, как и Батуми приезжал и так далее. То есть, процесс, дорогие люди, поэтому инициировать может каждый. И не надо замахиваться на какие-то большие проекты. Надо смотреть, надо присматриваться, вот. Но это не является самоцелью. Но инициировать теоретически и практически может каждый из нас. Я еще раз вам хочу сказать, что как только у нас появится свободная, как бы, рабочая сила или свободные специалисты и средства для того, чтобы организовать деятельность по обучению, будет обучение по инициации и ведению управления адресными проектами. Эта деятельность будет, я вам обещаю, по ней уже много что подготовлено, вот, но надо создавать и, как бы, искать финансирование этого проекта. Это тоже, это тоже, кстати, адресный проект. Чтобы учить адресному проекту, это тоже является адресным проектом. Заказчик. Заказчика четкого пока нету, поэтому видите, где это дело. Мы просто осознаем, что это надо делать. Пользополучатель. Все мы являемся, вот в этом проекте, если мы говорим об обучении, ведении адресных проектов, все являемся, но пользополучателем является и все остальные. Как только появляется в обществе много или определенное количество, или достаточное количество людей, которые умеют инициировать адресный проект, дела начинают значительно интенсивнее двигаться. Акционерам Skyway это, они являются пользополучателями, косвенными и прямыми, потому что от этого начинают инициироваться адресные проекты. А кто, как мы говорили, куда эти денежки идут, доходы от этих адресных, Global Transport Investment, потому что она всегда является, то есть материнская компания, Евразия, она всегда является генеральным подрядчиком, в Индии, например, смотрите, она является учредителем, она является четким учредителем, значит, Skyway, Индия, которая стопроцентно будет всегда принадлежать только Global Transport Investment, а это значит, что и косвенно, и нам, акционерам, Евразия, Skyway, System, Холдинга. Об этом мы уже говорили. Теперь стоп, извиняюсь. Так, тут я проскочил, тут вопросы есть, так. Так, ага, вот интересно, значит, смотрите, адресные проекты, так, об этом мы еще поговорим. Жанара, дублирую вопрос Светланы из Сергеева Посада. Трейдер Виктор Тарасов предупреждает о высоком риске организации внутренней биржи. Внутренняя биржа может сбить цены, но какая ерунда, рациональнее, значит, организовать открытую краудиную платформу, которая покажет истинный интерес в мире к проекту, как вы можете это прокомментировать. Вы знаете, я просто удивляюсь, значит, в данном случае, не хочу за спиной Виктора Тарасова это говорить, да, но это абсолютно несостоятельно, значит, внутреннюю биржу мы не организуем, а эта компания может заниматься, значит, куплей, возвратной, возвратной куплей акций. И продавать она прямо не будет, понимаете, да? Эта компания купила и до того момента, пока мы не выйдем на открытый доступ и IPO, это не будет биржа, мы ее условно назвали внутренней биржей. Эта компания просто открывает так называемый прием возврата акций. И об этом я вам говорил в прошлый раз, как это делается, можно делаться, и в этом ничего плохого нету. И как это может повлиять, значит, как он тут говорит, значит, внутренняя биржа может сбить акции, цены на акции. Внутренняя биржа никогда, там не будет никогда высокой цены акций. Там основным регулятором, индикатором цены акций является дисконт. Вот и все. Кто-то тут настырно звонит. Мален жива, тут майсерекки добраеку. Значит. Кесе? Майсерек, это литакаси. Я, 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 баба такая. Прошу прощения, тут сообщение пришло нехорошее. Так, я как чувствовал. Ну вот, и понимаете, поэтому с этими акциями, ну, единственным регулятором является до скончания, это является дисконт. Вот и все. И компания сама устанавливает, какова стоимость. Она всегда будет ниже, всегда будет ниже стоимости условной, расчетной, так называемой, под инвестицию. Мы об этом говорили, я повторяться не буду, поэтому мой комментарий таков, друзья. Значит, как вы можете порекомендовать? Это будет решаться на другом уровне, не грузить электро. Спасибо. Я не прочитал, Михаил, спасибо. У них скорость по городу, это и дело, вот тут, 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 трасса, скорее, разгрузит город Батуми от транзитной грузы из Турции. Вполне возможно, Артур, да. Да, но это чисто пока теоретически. Это не основное, там объездную дорогу строят сейчас. Вернее, не строят, а проектируют. И что-то там уже начали делать, двухполосная, две стороны. Так что основный поток фуровых грузов пойдет в обход города. Да, так, Михаил, как или иначе, на одном из вебинаров сказал, говорил, да, спасибо, друзья, я не посмотрел. Извините, если я тут загрузил вас не совсем тем. Акционеры, инициаторы адресных проектов будут иметь какое-либо финансовое вознаграждение, кроме косвенной пользы для всех. Ну, не только РСВ, любой акционер, инициатор адресных проектов, если он заинцировал, то сразу оговаривается, а что он будет от этого иметь. Или долю какую-то в адресном проекте, вот, или же вознаграждение. Это уже надо говорить с теми, кто, с той компанией, которая управляющей компанией, кто будет инвесторами управляющей компании и так далее. То есть, это надо уже с сообществом, которое будет вести адресный проект, заранее договариваться. Есть даже соглашение на этот счет. Предполагает выходное ПИО, может быть, да, можете это прокомментировать, Юлия, значит. Ну, что тут можно прокомментировать? Я говорю, что может быть раньше, а может быть позже. Но это достаточно реальный срок, достаточно реальный срок, потому что года три надо. Я так думаю, что никто не выскакивал, но вы понимаете, что тут есть нюансы, если вот так поумничать немножко, значит, по этому поводу. Когда выход на ПИО? Я об этом в прошлый раз тоже говорил, что, казалось бы, по всем канонам Тарасов прав, что надо где-то три года после сдачи в эксплуатацию экотехнопарка и завершения сертификации набрать потенциал капитализации вот этой технологии и показать, что она работает, что все получают прибыль, что уже пошли дивиденды и так далее. И тогда привлекать других, то есть, условно говоря, так, что вот, смотрите, у нас уже сколько инвесторов, это мы с вами, и теперь кто хочет еще, давайте сюда, вот, свободный доступ, мы открываем его, да. Но вы посмотрите, ведь дело-то в том, что нельзя скидывать со счетов то, я думаю, что это может положить, но я всегда больше оптимист, чем пессимист, да. Поэтому к моему рассказу тоже всегда надо относиться к определенной доле, скажем, поправкой. Поэтому вполне может так пойти, что процесс, что мы его еще даже не прогнозируем. И, значит, проекты, которые пойдут по той же самой Индии, вот, или еще где-то, они, значит, спровоцируют очень интересные процессы оживленного интереса к этому проекту. И просто будут, как бы, принуждать нас, не нас, а головную компанию, давайте, 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 открывайте IPO. Ну вот, но туда нельзя ломиться. Вот единственное, что я могу по этому поводу сказать. Нет, это не пессимистический сценарий. Да, входной взрыв строят, да. Больше работы быстро придет выход на IPO. Да, да, правильно, Федор, тоже правильный комментарий. Значит, смотрите, специально схема, так, об этом мы уже говорили. Теперь, смотрите быстренько дальше, значит, вот, значит, я тут опять-таки не просто себя показываю. Вот здесь из Грузии, товарищ, здесь я посидел первый раз, кстати, сидел, не, извиняюсь, второй раз, первый раз был на Иннотрансе, а здесь первый раз даже проехался, покажу вам видео. Но я хочу обратить ваше внимание на показатели, если это хорошо видно, должно быть хорошо видно. Здесь смотрите, что, что здесь важно опять, экология, вот где экология, расход электрической энергии киловатт на, в час на 100 километров, и литров на 100 километров. При 50 километрах, это 1,4 киловатта, на 100 километров, 1,4, или же 360 граммов топлива условного. При 100 километровой скорости, это в два раза, ну, в два раза, да, то есть 2,8 киловатта, вот, или же 700 граммов топлива. И при 150 километров в час, юнибайк, он может разгоняться еще быстрее, это 5,3 и 1,3, то есть понятно, да, шум, пока шум 75 дБ, не более 75 дБ, там сейчас отрабатываются различные режимы, я думаю, он будет меньше. Вот, электропитание еще очень важный момент, от путевой структуры и или аккумуляторных батарей. Причем, что это значит? Это значит, что пробег в автономном режиме может быть, это значит, от аккумуляторных батарей, 200 километров. Это очень немало. Вот, минимальный интервал 2 секунды, но расстояние, значит, при 50 километровом движении 50 метров, 50 метров. Так что, вот такие основные параметры, и что интересно, значит, производительность участка транспортной линии в час пик в обе стороны пассажиров 7200. Вот при таком юнибусе, юнибайке, пардон, извиняюсь, с двумя товарищами, это стоит там такая вот вывеска. Вот, это очень важно. Но, опять-таки, не просто это. Сертификация технологии идет, подготовка адресных проектов идет, я уже говорил, Индия, Россия, продолжается процесс, Грузия подготавливается, Литва еще зависла, то есть Латвия идет процесс, в Эстонии идет, в Финляндии подготавливаются. Это все адресные проекты, друзья. Сейчас впереди планеты всей идет Австралия, здесь впереди, но я уже говорил вам по Австралии, что там сейчас идет. Процесс такой, как бы, вяленький процесс, но он идет. Вот, готовность компании к производственной деятельности, это очень важный вопрос, и об этом сейчас очень быстро на следующих слайдах. Смотрите, что я увидел и довожу до вас. Сертификация, это не только строительство, а это и разборка уже существующего. Помните, на Инотрансе стоял, на Экофесте был Юнибус. Он сейчас стоит в цеху, его разбирают, снимают многие вещи, меняют их, для того, чтобы достичь параметров, которыми он должен соответствовать. Это очень кропотливый процесс. Я был удивлен, когда увидел, я говорю, а что это разламывается? А что, говорит, процесс идет, так он и предположен. Там будут изменения внесены в систему открытия-закрытия дверей, снимается с потолка вся изоляция, вводятся новые линии, проводная система и так далее. Там масса разных дел. Причем, смотрите, здесь я его специально мутным сделал, этот список. Вот список дел, которые нужно вот в этом Юнибусе сделать, чтобы его на следующий этап сертификации и тестирования поставить. Это не просто, дорогие друзья. Тут очень четко, что надо сделать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь узлов, сроки, кто делает, как делает и какой конечный результат должен быть. Все очень четко расписано. Поэтому процесс идет, это радует. Вот, я ближе сфотографировал. Вот, разбирают. Разбирают? Юнибус. Я чуть ли не закричал. Вы что делаете? Они говорят, делаем то, что надо. Не суетитесь. Значит, смотрите, что еще. Не потому я вам не двух прекрасных или, скажем, таких добротных грузин показываю, которые были там. Это председатель финансовой комиссии, это один из лидеров Skyway Capital, значит, Давид Гиттиани из Тбилиси. Станок важно посмотреть. Смотрите, здесь ЦНЦ, станок устанавливается, у которого 40 пеналов различных, чтобы этот станок осуществлял различные операции, связанные с производством Юнибусов. Различных систем. Вот процессорная доска управления этим ЦНЦ-станком. У него очень много функций, он очень эффективно работает. Это уникальный станок. Вот. Второй станок, он тоже из серии умных станков. Гибочный станок, причем я даже таких не видел. Он гнет и трубу, и балку, многие вещи. Причем очень уникальный станок позволяет делать большие выкруташи. Что там и необходимо в Эко-технопарке или для Эко-технопарка, для наших работ. Вот. Теперь дальше. И напоследок, на закуску, друзья. Ящик. Это не ящик сам по себе. В этом ящике специально спрятан Юнибус 1 к 5, который вернулся из-за испытаний в аэродинамической трубе в Санкт-Петербурге. Показал просто фантастические результаты. Не я, я не уполномочен об этих результатах говорить. Те, кто уполномочены, в свое время это скажут. Я вам только хочу сказать, он здесь запрятан специально. Из ящика его не распаковывают, чтобы различные такие любопытные, как я и другие, не фотографировали и не передавали. Он очень уникальный. Он уже не совсем такой, как мы привыкли видеть. Вот. Теперь и напоследок, наше время исчезла, мой вам, как бы, посыл на завершение сегодняшней нашей встречи. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Это касается каждого из нас. Меня, меня в том числе, дорогие друзья. Что, как, когда, какой ресурс я для этого имею, что мне для этого еще нужно? Записал, вернулся обратно. Что, как, когда и так далее. И выяснил для себя. Это поможет каждому из нас сделать свой вклад не только в движение и в технологию Skyway. Прямую или косвенную, неважно. Изменит наше мышление. А изменяясь, мы сами будем изменять в лучшую сторону. Изменяясь в лучшую сторону сами, мы будем изменять в лучшую сторону и квантовое пространство, которое нас окружает, и нового сферу, дорогие друзья. И тем самым будем развивать Skyway. Строй Skyway, спасай планету. Так, дорогие друзья, могут исчезнуть, Михаил, к 2025 году такси. Тем более не появится, значит, могут остаться некоторые электромобили, которые будут обслуживать в достаточной степени в городах центры и так далее. Там нечего будет делать машинам. В основном транспорт будет переходить к 2025 году. Вернее, будет стремиться. Он еще не перейдет. Это колоссальная работа. Вот. А основное, как бы, поймите правильно, основной такой, как бы, бал работ начнется как раз с 2025 года. С 2021-2025 года пойдет просто, немоверно изменение. Потому что, ну, мир же тоже работает определенными циклами. Я это могу сказать вам по Евросоюзу. Не знаю, будет ли он вообще в 2021 году. Но, тем не менее, финансовые определенные процессы идут. Они идут не пятилетками, а 4-5 лет, где как. Но это отдельная история, дорогие друзья. Поэтому еще раз благодарю вас за внимание. Вот. И до скорых встреч. Спасибо всем. Благополучия вам. Берегите себя, ваших близких. И, дорогие друзья, какой свой вклад в общее дело, каждый из нас ищет. Спасибо. 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 Спасибо.